Дорогие друзья, очень много комментариев было по поводу того, что почему ты же шеф-повар, вроде как готовь посложнее блюда. На канале у меня большое количество простых блюд, которые вы любите, конечно же, но вот раньше я делал вставки ресторанных блюд. Мне очень обидно, что люди, ну вернее вы, да, пишите комментарии, о, я, мол, типа готовить это не буду, о, это такая заморочка, о, это мы привыкли, как бы, вы привыкли все сложить в кастрюльку, зажечь или там, да, или, как некоторые есть блогеры, каналы целые состоят из выпечки. Пирожок такой, беляш такой, а это завернить сюда, котлетка в тесте, ну типа, что это за ерунда. Еда должна быть гастрономичной в том числе на праздники, перед праздниками, вообще иногда романтический ужин или еще что-нибудь, заморочиться нужно, заморочиться, чтобы девочку, да, привезти к себе домой и сказать, это я приготовил, она скажет, вау, это что там, мой муж так готовит, или наоборот, вы приходите к девушке, а девушка вам ставит, как в ресторане, бутылочку винца, дык-дык-дык-дык-дык-дык, опа, романтический ужин, завязалась и так далее. Ведь гастрономия это неотъемлемая часть нашей жизни, неотъемлемая. Дорогие друзья, у меня для вас необычное предложение. На одном из стримов мой подписчик Андрей предложил организовать тур. Ну то есть он его организует, человек экспат, ездит по всему миру, знает очень много всего местного, и мы собираем группу единомышленников, которая захотела бы посмотреть Таиланд изнутри. Начинаем с Бангкока, потом на север, пробуем северную кухню, потом заканчиваем все это в Крабе, на юге, две недели тусим и пробуем еду разную, спрашиваем, смотрим, может быть даже кто-то нам разрешит и поготовить. Внизу есть описание, ссылочка, на сайте подробнейшая программа, пожалуйста, подключайтесь, я буду рад видеть вас вместе в большой компании по Таиланду. Значит, что у меня сегодня по плану? У меня есть кусочек тунца. Да, рыбка не дешевая, но полным-полно китайского сырья, крашеного, не переживайте, все нормально. Если вы видите ярко-красный вот такой тунец, то скорее всего, скорее всего, в 85% это крашеный китайский тунец. И у меня, скорее всего, тоже, потому что я купил его в огромном супермаркете, там не было ничего сказанного о поставщике, это просто как бы под гидой, под маркой этого супермаркета было куплено. Значит, тунец всегда нюхаем, нас нос никогда не подведет. Соль, чуточку, значит, перца мы добавлять не будем, мы добавим его потом. И, 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 немножко масла. Ну, так же, помимо всего прочего, добавляем, доставаем, добавляем розмарин, вот так вот, чтобы у нас был вкусный, ароматный вкус. Да, сказал, что-то я сам не понял, что сказал вкусный вкус. Значит, добавляем. Ой, как пахнет розмарин елочкой. Сюда я добавляю сразу же параллельно, значит, розмарин в ветку раз, и вот еще два и три. Три веточки розмарина у меня ушло в сотейник. Сюда же я добавляю зубчик чеснока, смотрите. Так, большой зубчик чеснока я добавляю к розмарину, а маленький зубчик чеснока я чищу и обязательно отправляю к тунцу. Значит, вот к тунцу я сюда чесночок добавил. Сюда к розмарину я добавляю 400 миллилитров сливок, 200 из которых 20% жирности, и половина, вторая половина 200 миллилитров, это 33% жирности. Значит, аккуратно, чтобы ничего не залить, выливаем сюда сливки. Почему разная жирность? 33% при нагревании начнут слегка увариваться, да, и могут пойти либо хлопьями такими, жир может отсечься, либо стать слишком густыми. Нам этот соус нужен, как бы вам это сказать, сливки должны повариться, но сильно уплотняться им не надо. Поэтому я разбавил их 20%-ми, получается 20-30, это получается 53% пополам. Средний процент жирности 27-26,5 где-то градусов, градусов, говорю, градусов, да, сливки. Ставлю нагреваться, довожу до кипения, убавляю огонь. Щепотка соли. Ну как щепотка, но не щепотка, добавить соли нужно нормально, чтобы было все соленое, вкусное. И еще сюда добавьте, знаете что? У меня есть всякие, знаете, валяется дома, я лук использую. Ну вот, добавьте немножко лука туда. Просто лука для того, чтобы сливки стали, знаете, похоже на соус, а не просто на сливки с розмарином. В это время тунец нужно повернуть, обвалять, повернуть, обвалять, повернуть, обвалять. Я не рекомендую вам использовать какие-то маринады, типа там, давайте соевым соусом зальем, давайте соком апельсина, лимона. Так тоже можно. Но когда вы отправите его в масло, вот эта жидкость будет взрываться. Делают так многие люди, я так не очень хочу. Копченая паприка на потом, редисочка на украшение. Смотрите, что я делаю с редиской. И что мы вообще в ресторанах делаем с редиской. Нужно иметь какой-нибудь слайсер, типа того. Ну такой может быть, может быть какой-то другой. Ну в общем, тут на ваше усмотрение. Нужно настроить максимально тонкую штуку. Взять редиску, желательно мелкую. Не всегда бывает мелкая, но поэтому в ресторанах иногда бывает покрупнее, бывает помельче. Значит и вдоль, вдоль роста редиски. Не поперек, как все привыкли это делать, а вдоль. Значит начинаем. Смотрим. Делаем несколько первых штучек. Да, толщина максимально тонкая. Значит то, что нам надо. Значит вдоль. Что ж такое-то? Не обращаем внимания на сливки, потому что иначе им можно лишиться пальцев. Именно вдоль. Нашинковали редисочку, все остальное. Съели. Ничего нигде не подгорает, все хорошо. Подкипает, что-то видимо ему и не нравится. Самый маленький огонек. Еще немного перца. Ой, соли. Я бы сюда еще добавил перчик. У меня здесь микс розовый, черный, бурбонский, разные всякие. Что есть, то и добавляем. Значит, что мы имеем с редиской? Вот смотрите. Видите? Видите, она почти прозрачная. Тонюсенькая, вот такая вот. Тонюсенькая, притонюсенькая. Я теперь все это отправляю в водичку, в которой она находилась. Еще раз говорю, это украшение. Вы можете эту технику использовать и для салатов, и для всего, чего угодно. Потому что, во-первых, это очень быстро и удобно. Вы пошинковали, все, у вас салат готово. Чтобы, знаете, не мучиться. Сливки на медленном огне варятся примерно пару минут. Ну, три там, сколько у меня нашинковка редиски заняла. Подходит уже кверху, начинает образовывать пенку, подкипать. Убираем их с огня. И все, пусть они остывают. Ну, как остывают? Они полностью не остынут, потому что мы сейчас все остальное проведем уже по... Сотейник. Сотейник нагревается, огурец у меня на доске. Для огурца, вернее, не для огурца, для нашего блюда, да, нам нужны украшения дополнительно. Мы же делаем ресторанное блюдо. В ресторане, учтите, один маленький нюанс. Там есть повара, которые работают для того, чтобы вот эти все вещи у вас появились на столе. С домашней едой там все по-другому. Если у вас тот человек, который дома на себя берет обязательство приготовления пищи, домашний повар, скажем так, вот если он заморачивается, тогда у вас еда будет красивая. Если он не заморачивается, то у вас будет просто топливо. Ну, просто еда какая-то, да, ее полным-полно на моем канале, ее полным-полно в интернете. Еда просто поесть, утолить голод и все. Ну, типа вкусно, да, ну, нормально, значит, все хорошо. Так, я еще ставлю сюда сковородку. Сотейник переношу на дальнюю сторону. В сотейнике я разогреваю черные спагетти, которые я творил заранее, как написано было в одной из книг, такой каламбур, который я очень часто привожу в пример. Для того, чтобы сварить макароны аль денте, что нужно сделать правильно? Варить их на одну минуту меньше, чем указано на пачке. Я так и сделал. Написано было 8 минут. Это спагетти с чернилами каракатицы, которые имеют черный цвет. Потому что в ресторанной еде важна еще и цветовая гамма на тарелке. Соусная основа готова. На сковородку я отправляю тунца, а в сотейнике буду параллельно разогревать черную пасту. Просто на оливковом масле. Ничего лишнего там не будет. Я ее отварил под соленой водой. Она достаточно вкусна и так. Тунец у меня будет, как вы понимаете, внутри красный, сверху обжаренный. Для того, чтобы на разрезе он, во-первых, красиво выглядел, во-вторых, если будет тунец well done, полностью коричневый, вы будете его есть как говядину. Это сухой кусок чего-то рыбного. Будет невкусно. В ресторанах так не готовят, ну, вернее, как. В ресторанах по просьбе гостей готовят и рыбай на пару. Так что и well done для тунца, это ничего необычного в моем случае. Вот смотрите, видите, побелела верхняя часть и снизу начинает белеть. То есть мы уже совсем скоро должны его снять, потому что середина у нас остается сырой. Поэтому я вижу, что у меня здесь не хватает жирности, ну, то есть сухая поверхность. Я добавляю немножко масла. Оно начинает загораться. Во-первых, я даю огня тунцу для того, чтобы вкус появился. Во-вторых, я должен обжечь его с боковых сторон для того, чтобы мы с внешней стороны не видели, что он внутри сыроватый. Все, он готов, можно забирать. Причем лучше всего для того, чтобы он не продолжал готовиться на сковородке, его надо куда-то переложить. Главное, не держать его долго на сковороде. Опа! Сотейник переставляю. Оливковое масло. Добавляю. Пасту сюда. Отправляю. Огонь убираю. Сотейник не должен быть раскаленный, иначе мы что получим? Да, правильно. Мы получим прилипание. Прилипание нам не надо. Но нам еще надо знать, что цедру лимона. Немножко. Когда вы прогреваете пасту с цедрой лимона, вы получаете такой ресторанный лайфхак, который делает пасту непросто, скажем, ну, типа тесто и тесто, да? Вот он, лимон, нагревается, отдает свои эфирные масла, и паста начинает пахнуть лимоном. Тем более, он прекрасно подходит к рыбе. Можно использовать апельсиновую цедру. Можно использовать все, что угодно. Просто паста. Не может быть просто пастой. Немножко копченой паприки. Это очень популярный ресторанный ингредиент. Мы даем копченый вкус чему-то, да, немножко, но мы не имеем права здесь блюдо закрашивать чем-то красным. У нас украшений полным-полно. Поэтому в пасту добавили у нас здесь лимон и копченая паприка. Копченая паприка расходится по макарошкам. Мы ее не видим, но есть вкус и аромат. То есть мы ее приправили в пасту. Видите, она у меня не шкварчит, но она находится в теплом сотейнике. Выбираем красивую тарелку. Берем пинцет. Ну, щипцы любые, в общем, что захотите. Скручиваем макароны. Выкладываем их красиво на тарелку. Ресторан же. Захотите заморочиться дома, сделайте. Реально удивите кого-нибудь. Значит, дальше у нас идет тунец. Доска. Режем так, чтобы у нас, во-первых, было видно, что тунчик наш внутри-то сырой. И про глистов ни про каких. Не пишите. Весь мир так ест. Ммм. Божественный тунчик. Лопатка. Выкладываем сюда тунца. Теперь соус. Смотрите, это все делают разные повара. Ну, то есть, несколько человек всегда есть на кухне. Кто-то варит лапшу, кто-то, вернее, прогревает, она уже отваренная в ресторане. Ну, то есть, не сказать, что он там жидкий, не сказать, что он густой, просто такая сливочная масса. Значит, теперь мы наливаем сюда сливочный соус с ароматом розмарина. Соуса должно быть достаточно. Это все понятно на проработках. Какое количество, потому что составляет стих-карта. Все ясно. Значит, дальше у нас быстренько идут украшения из огурца. Этого достаточно. Дальше у нас идет зеленое масло, которое я делал, вот, у меня есть отдельный ролик про него. Ресторанная, вообще, секретная штука. Зеленое масло из петрушки. Мы его наливаем вот сюда. Которое дает вкус свежескошенной травы. Теперь редис. Смотрите, что происходит с редисом, почему его надо резать вдоль. Почему он должен полежать в воде. Для того, чтобы редиска превратилась в линзу, она должна быть нарезана вдоль. Если будете резать поперек, в линзу никогда не превратиться. Значит, и в воде максимально тонко нарезанная редиска становится вообще прозрачной, как стекло. Ну вот, вот смотрите. Это, я думаю, видно. Полностью просвечивает. Все, вот эти редисочки мы используем для украшений. Смотрите, в ресторане отходов нет никаких. Почему? Потому что, во-первых, редиска в заготовке, там все в заготовке, это все лежит, это высчитывается определенное количество времени и всего прочего, сколько это может лежать, находиться в заготовке, что-то делается из-под ножа, но никуда ничего это не пропадает. Дома я там могу позволить себе съесть. Не, вот эту вот зелененькую, вот эти маленькие штучки я еще добавлю куда-нибудь. так. И финалочка, это микрозелень, которую мы используем для украшения. Бла-бла-бла. Вот сюда. Вот сюда. По одной штучке вот сюда. Вот так выглядит примерно ресторанное блюдо. Это одна из вариаций. В ресторане их тысячи, тысячи. Выкладка может быть другой. Ингредиенты могут быть совершенно иные. Это может быть не паста, это может быть там еще что-то, это может быть крупа. Тремя точками, двумя, в линию, в круговую, в колодцем. Там просто непочатый край. Вот когда вы станете все шеф-поварами, тогда я и буду вам делать таких блюд побольше. А пока мы еще только стремимся к тому, чтобы стать шеф-поваром, будем делать блюда попроще. Ну а это вам, так сказать, на всеобщее обозрение. Повседневных блюд у меня полным-полно. Вы просили праздник, вот вам праздник. И можно я не буду пробовать, а? Ну жалко такую красоту разрушать. Правда. Конечно, все равно мы потом сожрем, но насладитесь как раз вот на финалочке вот этого всего блюда. Это ж просто произведение искусства. Аж сам доволен.